В эфире информационная программа День города Марина Комиссарова на ваших экранах. Здравствуйте! Смотрите в сегодняшнем выпуске. Богатыри 21 века. В стране сегодня празднуют Всероссийский день самбо. Жемчужина архитектуры. Грозит ли снос дому с колоннами возле Площади Свободы? Всемирный потоп. С началом отопительного сезона в разных районах города прорываются трубы. Ремонт теплотрассы на улице Татарской оставил без тепла более 100 домов, 2 детских сада, 2 школы и школу-интернат. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города. Как рассказали в мэрии, в среду 16 ноября с 6 часов утра на улице Татарской проводятся плановые работы по ремонту передающего участка теплотрассы. Ремонтная работа закончится сегодня же в 22 часа. С той же проблемой столкнулись жители улицы Гагарина, где до сих пор не могут справиться с последствиями потопа. Я не знаю. Просим откачать в подвал кипяток, чтобы хотя бы к нам не парило. Там продукты, тут арктехника, тут вещи чужие в ателье лежат, хорошие, дорогие. Кто за это будет платить, кто нам что компенсирует. Аварию в доме номер 87 на улице Гагарина обнаружили в 9 часов утра, когда продавцы пришли открывать магазин. В 11 на место приехали ремонтные службы. Для обитателей многоэтажки это уже второй прорыв трубы за неделю. Первым был в выходные, тогда дом на сутки остался без отопления. Сейчас в результате аварии подвал до уровня колен наполнился горячей водой, а вот в кране ее нет. Тепло также разливается не по привычным стоякам, а идет из глубины дома. Подвал дома, а также все нижние этажи, на которых располагаются жилые квартиры и магазины, сейчас больше похожи на бани. Видимо здесь плохая, а дышать достаточно трудно. Высокую влажность видно невооруженным взглядом, а с потолка капает вода. Под ногами покупателей лужи, от которых отчаявшиеся продавцы пытаются наконец избавиться. В ход идут пакеты и зонты, все ради того, чтобы уберечь оборудование и продукты от влаги. Однако выяснилось, что проблемы в этом доме возникают регулярно. Это вообще подвал, мы не знаем, кому он принадлежит. Там постоянно трубы в жутком состоянии. Там постоянно отопление дали, вот отопление рвануло летом, там канализация постоянно рвалась, тут дышать нечем было в магазине. Представляете, вы заходите в продовольственный магазин, а запах, как будто вы пришли в общественный туалет на вокзале. Представители управляющей компании не видят закономерности в происходящем. Прорыв труб они связывают с аварией на улице Черновицкой. Дом стоит внизу, а теплотрасса рванула наверху, весь подвал он ниже по уровню. И по откам все пошло туда, в дом. Там трасса проходит по этому дому, теплосети. Поэтому он заливается. Сейчас ремонтные работы на улице Гагарина продолжаются. Рабочие сняли часть асфальта, чтобы добраться до прорыва и устранить его. Сколько времени займет ремонт, они сказать не могут. Между тем, продавцы продолжают бороться с конденсатом, надеясь, что временные трудности не отпугнут постоянных клиентов. Следственный комитет России сообщило о задержании администратора одной из групп смерти социальной сети ВКонтакте. Следствие считает, что от действий злоумышленников пострадало не менее 20 подростков по всей стране. Воздействовали на детей психологическими приемами, понуждая их к суициду. Известно, что в одной из таких групп состояла 11-летняя школьница из Рязани. Весной этого года она покончила жизнь самоубийством. Фамилия, имя, имя, число вашего? Девушкин Александрович. Число, месяц, год рождения? 1922 июня 1995 года. Где родились? Тверская область, город Тверский Мачок. Почему задержаны? По поводу групп смерти. Петербургские следователи в мае текущего года проверили сообщения ряда СМИ, содержащие сведения о закрытых группах в одной из популярных в России социальных сетей, якобы склоняющих подростков к суицидам. По итогам проверки было принято решение возбудить уголовное дело о подстрекательстве к доведению до самоубийства, сообщила представитель Следственного комитета России. По данным следствия, с декабря 2013 года по май 2016 года злоумышленники создали 8 виртуальных сообществ в сети ВКонтакте, где открыто пропагандировали суициды и склоняли к их совершению несовершеннолетних пользователей. На данный момент петербургские следователи обнаружили 15 потерпевших, несовершеннолетних, состоявших в группах смерти и совершивших суициды в различных регионах. Самоубийства еще пятерых молодых людей не состоялись. Согласно заключениям психолого-лингвистической экспертизы, в переписке администраторов группы содержится побуждение к совершению суицида, способствовавшее деформации инстинкта самосохранения и девальвации смерти. К сожалению, ни правоохранительные органы, ни страна в целом, ни общество оказалось не готово к таким видам преступления. Но я так скажу, что тревогу забила Рязань, когда 25 декабря прошлого года и в январе этого года две рязанские школьницы бросились, прыгнули с крыш и погибли. Так вот, когда ко мне обратились родители этих детей, мы поняли, что дети не просто так погибли и не просто так прыгнули с крыши. Здесь дело даже не в оценках, не в каких-то там конфликтах, а было целенаправленное воздействие на этих детей и определенные лица их вели к смерти. Причем, вот первую девочку из нормальной школьницы довели до суицида всего за 4 месяца. В сентябре она стала в этих сетях и в этих группах, как говорится, сидеть, общаться с этими людьми. И через совершенно небольшое время, 25 декабря, она уже совершила самоубийство, прыгнула с 14 этажа. В Рязани на торги выставлен участок в границах улиц Фурманного, Свободы, Грибоедова, Липкнахта. Цена вопроса 953 тысячи рублей. На участке в обозначенных границах расположено 6 домов, которые ждет снос, в том числе и дом Хирасского-Серова. Это единственный уцелевший в Рязани памятник деревянного ампира и редкий образец городского дворянского дома первой четверти 19 века. Памятник истории и культуры регионального значения и одновременно самое старинное здание в городе. Сохранится ли он для потомков? Вопрос, который волнует сегодня всех неравнодушных к истории и культуре города. Сегодня здание находится в плачевном состоянии. Частично разрушена булюстрада, в негодность приходит каменный фундамент. Срочного ремонта требует крыша. Днем у подножия постройки раскидывается стихийный рынок, а портик особняка используется под склад товаров и свалку пустых коробок. Территориально дом-усадьба находится на площади Свободы перед поворотом на улицу Фурманова. Дом знают практически все рязанцы. Он очень запоминающийся. Рязной мезонин и колонны. Подобные здания обычно строят из кирпича, а этот из дерева. Кстати, последний деревянный дом в Рязани в стиле ампир. Усадьбе повезло дожить до наших дней, но сейчас она находится в ужасном состоянии. А ведь дом своего рода хранитель этого места. Он видел многое. Видел церковь на площади Свободы, которая была варварски разрушена, цветочные уличные часы и стеллу, которая стоит до сих пор. Судьба его вызывает очень большие опасения, несмотря на то, что охранный статус, казалось бы, защищает этот дом. Но не с числа примером, когда памятники в Рязани просто уничтожаются, целенаправленно уничтожаются. Поэтому очень и очень беспокойна за этот дом. Жемчужина архитектуры держится сейчас из последних сил. За два века в нем, если верить историкам, реконструкции ни разу не было. Наследники ремонтировали дом в 50-х годах 20-го века своими силами. Кстати, удивительный факт. В советское время усадьбу у хозяев не отобрали. Почему дом, толком ни разу не ремонтировавшийся, еще окончательно не развалился? Краеведы говорят, что построен он из надежного материала – дуба. Вот был еще до 90-х годов, сохранялся флигель, который образовывал с этой усадьбой единое целое. То есть и дом с флигелем соединялся забором с воротами. Обширный сад дополнял эту усадьбу. В саду тоже сохранились фотографии, была беседка. То есть это была совершенно такая замечательная усадьба, очень крупная, между прочим, усадьба. И на середину 19-го века она была, пожалуй, самой богатой в этой части города. То есть вот с какой стороны ни посмотри, совершенно замечательный дом, замечательную усадьбу, замечательные владельцы, очень большая редкость. Пойдите, поищите еще ампирный деревянный дом. Напомним, выставленная на аукцион территория входит в границы археологического наследия, культурный слой Острога и Посада Переиславль-Рязанский. Высота застройки здесь ограничена 15 метрами. День ветерана уголовно-исполнительной системы отмечается ежегодно 16 ноября. Дата была утверждена приказом директоров СИН России в январе 2013 года. Именно в этот день, в 2006 году учреждена Общероссийская общественная организация ветеранов уголовно-исполнительной системы. Люди, которых сегодня чествуют во всей стране, посвятили свою жизнь службе. И не просто службе. Именно сотрудники уголовно-исполнительной системы становятся последней инстанцией, с которой сталкиваются преступники. Многие ветераны УИС, уйдя на заслуженный отдых, по-прежнему принимают активное участие в жизни родных учреждений, передают действующим сотрудникам свой бесценный профессиональный опыт, наставляют молодежь, а также способствуют формированию в обществе объективного отношения к уголовно-исполнительной системе. На сегодняшний день немножко стала как бы построже обстановка, связанная с работой спецконтингентом. Ранее сроки были большие, контингент был, так сказать, стабильный, и с ним было намного легче работать. Сегодня идут осужденные с преступлений, которые для нас, как бы для ветеранов, это новые. В основном идет большое количество наркотиков, краж, убийств, не связанные, так сказать, с личностью, а связанные с нападением. На пожилых людей, вот это вот очень опасно, которые, так сказать, приходят, как бы они латентные, мягкие, а на самом деле с ними сложно работать, но уже имеется опыт, и сотрудники, которые заканчивают нашу академию, уже знают, с чего начинать. Работа ветеранских организаций вносит весомый вклад в формирование и развитие пенитенциарной системы региона. За плечами ветеранов УИС большой жизненный опыт, которым они с радостью делятся с молодым поколением, прививая профессиональные навыки, патриотизм, верность служебному долгу. Шесть лет назад в нашей стране было положено начало замечательной традиции празднования Всероссийского дня самбо. Прошло совсем немного времени, и торжества стали популярны во всех регионах России. Сейчас это самое масштабное по количеству участников и географическому охвату мероприятия по самбо. Это не только массовый турнир, но и социально значимое событие, которое позволяет привлечь к спорту детей и молодежь. Если отвлечься от официальных формулировок и определений, то 16 ноября самый главный праздник для большой семьи – общий день рождения всех самбистов. Впервые празднование Всероссийского дня самбо состоялось в 2008 году, когда виду спорта исполнялось 70 лет. Торжества проходили как единое крупное мероприятие – юбилей самбо на Красной площади в Москве. При этом в каждом регионе страны есть своя история самбо, уникальная и неповторимая. Свои отцы-основатели, легенды, традиции – все, чем можно гордиться, что нужно показывать молодому поколению. Самбо является национальным видом спорта нашей страны, которая зародилась в 1938 году. Решением спорткомитета Советского Союза самбо именно стала как вид спорта в нашей стране. Сейчас самбо в стране нашей и в мире активно развивается, потому что борьба с самбо включена даже в программу ГТО, в программу воспитания в средних школах. То есть самбо развивается. В этом году частью программы стало тестирование молодых самбистов по нормативам комплекса ГТО и демонстрации для зрителей нового вида испытаний – самозащита без оружия. Гости, которые пришли 16 ноября в школы самбо, увидели, как здесь кипит жизнь. Детские соревнования, показательные выступления, дни открытых дверей, отчетные конференции, чествование ветеранов. За последние 16-17 лет рязанские самбисты в 70 с лишним раз становились победителями призерами чемпионатов и первенств Европы и мира. Это действительно большие, значительные результаты по высшему спортивному мастерству. И на этом, конечно, мы не остановимся. И действительно, самбо будет дальше развиваться для нашего родного города и для родной области. Эта дата – хороший повод, чтобы рассказать о самбо. Праздник проводится на федеральном уровне. Большинство клубов проводят в этот день соревнования для детей, самых юных самбистов. На таких турнирах нет проигравших. Главное – участие. Мальчики и девочки получают свои первые медали и грамоты. Занимаюсь с 4-х лет. Ой, с 5-х. 5 лет. Понимаешь? С 2011-го. Ну да, с 2011-го. И мне очень нравится здесь на самбо. Я занимался в родном крае 5 лет, а 2 месяца сбор вестники. У меня уже 5 медалей, 3 вторых места и 2 третьих. Опыт – это самое главное. Я стараюсь занять какое-нибудь место. Я здесь, в родном крае занимаюсь 3 года, а до этого занимался в буревестнике. В Рязани главной базой для занятий самбо является родной край. В Зюшор культивируются два вида спорта – самбо и дзюдо. Открыты группы спортивной адаптации, группы начальной подготовки, учебно-тренировочные группы и группы спортивного совершенствования. База спортшколы является центром подготовки юношеской сборной России. На сегодняшний день в школе занимается более полутора тысяч воспитанников в возрасте от 6 лет. На этом у меня все. Прощаюсь с вами до следующих выпусков. Хорошего завершения дня. Субтитры создавал DimaTorzok